Так или иначе, у нас начинаются пики матча Adafin... Господи... Advertisement! Против команды Escape Gaming. Давайте смотрим. Весмастер! Да, и действительно, вот эта команда... Adafin... Против Escape Gaming. А сейчас, кстати... Прямо, чуть заживало. Да, обидно было. Adafinem? Adafinem? Фанатам команды Adafinem. Adafinem, да. Ну это ж... Эээ... Какой это? Латынь. Да. До конца. До конца. Ну, это раз. Читайте это. Adafinem. Adafinem. Na'Vi тоже на латыни. Natus Vincere. 5 секунд remaining. А ты знаешь, что они изначально не были рождены? Знаю. Дия Тимпик. Что это? Timbersaw! Да, изначально все было именно так. О, байкат. О, байкат? Нет, они сразу были Natus Vincere. Нет. Да. Они были Na'Vi. Тебе поспорить с тобой? Я тоже знаю, как это все работает. Ты понял. Ладно, потом это им фанат. Дия Тимпик. Они отдали кастрюлю. Они что, сумасшедшие? Кастрюлю и Дазла вместе. А взяли Bristol Master. Мне напоминает вчерашний день уже. Как раз в этой серии. Кастрюлю и Дазла отдать. Ошибочка, ошибочка. Конечно, там в G1 0 дали. Мы только обсуждали, что больше ни на ком не умеют играть. Синдерон и Кизу. Пять секунд, остальные. А, Войда и Ландруида. Ну, ладно. Вот здесь, вот здесь можно было бы банить Дазла. Дазла и Кастрюлю, например. В ферст пике 2 было бы Ландруид, Войд. Да, как-то поярче смотрится, да, чуть-чуть? Да. Ну что ж. Смотрим, что будет банить команда Escape Gaming. Сларк. Ну, тут Швена, кто ему на самом-то деле. Бейс Мастер. Ну, вообще, Сларка надо банить, потому что это Дефинем. Они там Сларком нормально катают. В принципе, Сларк он... Хороший Сларк, он пофигу ему. И на Кастрюлю. А Кастрюля от Сларка не страдает. А зато Сларк страдает от Кастрюли. Ну да, но, блин. Хороший Сларк разберется. Нет. Ну, разберется. Ну, с такой... В общем, я думаю, что нормально все равно будет. Я б забанил от греха подальше. Это, конечно, с одной стороны замечательная Кастрюля, но если все заходит хоть в какой-то мидгейм, лейтгейм, то Кастрюля вообще отличная мишень для напивания стаков. Ты колупаешь, 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 колупаешь стаков. И она тебя убьет за секунду. Да нет. Не видел игру Na'Vi против Vega недавно с какого-то турнира? Кастрюля-то победила все равно. Ну, Кастрюля победила, но не она Шларка победила. А они-то вдруг ничего не делали. В смысле? Она его потом, когда у нее был... Ну, у нее было гоним всю игру, в принципе-то. Но она просто им 2 кхп ссорбала. Там проблема в том, что больше некаким было вообще Кастрюлю... Там юзил Слардар был, который бегал с 5-ю слотами и ничего не могло сделать. И просто Кастрюля делала весь дэмэдж. Ну, не получала. Не было больше дэмэджа, чтобы Кастрюлю убить. Кажется, одним Сларком не справится. Это слишком... А, ты имеешь в виду, что Сларк ничего не делал в Кастрюле? Да. Да, Кастрюля делала Сларку много. Ну, она его не... Они успевали за драку убить всех и разбегались. Потому что все, дальше битва бессмысливая. Ну, в смысле, для Сларка имеет смысл битва. Для Кастрюли нет. И Кастрюля совершала поездку. Поездку. В деревья ближайшие. Ну, в общем, так и есть. Сларковкой не наблюдаем. Terrorblade уехал в бан от команды. Ну, на самом деле, правильно. Потому что Даза. Terrorblade довольно круто выглядит. Интересно, на самом деле. А кем, насколько вы вообще в последнее время играли, если не Мишкой? Инвокером. Нет, Кастрюля нет в бане. А, да, кстати, да. Но кое-каку давно уже в Кастрюля не играл, потому что его банят в каждой игре. Может, он уже разучился просто. За пару дней. Ну, да, забыл. Как, что там. Он должен Сларка забанить, а я Тинкер должен забанить. От Финем. Ну, по идее, так и должно происходить. От Финем. 10 секунд remaining. Так, напугал. Ну, да, он и нас напугал и напугал всех. Скип Гейминг избавляется. Попугал рассасен. Резерву время. Ии... Ну, Тинкер это хороший бан. Ну, есть инвокер, рука ФП у Escape Gaming. Ну, так, ты забанишь Тинкера, они возьмут инвокера. И у них просто пикуют, считай, вот, каким они играли последние пару игр. там успешных может быть у АД и нам есть контраст может быть даже и не Тинкер вовсе ну, да, алхимик знаешь, и кастрюли алхимик вместе, им же ничего не сделать ну, как убить 10 секунд вместе но Тинкер может еще и металл еще пойти 5 секунд вместе если что это обе героя, вообще-то говоря по-хорошему так-то, если что, вдруг неожиданно сообщаю тоже контраст с оперейшнами оба ну, кастрюля, конечно, в меньшей степени, но тоже напрягает то, что вообще-то армор армором но там реген страшный ну и Даззл, естественно ну и магический дэмэдж от третьей магии да, то есть где наш оперейшн еще неплохо контрился это Скайз Мэйдж не только в лучшем исполнении чем у Фантастик 5 ну, это да, это так есть я помню, когда было очень круто что у них было, рор, по-моему, да? рор был, да кидается рор, и не попадается ульт да, рядом было там световое представление происходит рядом ну да, типа Тимберсов смотрит так направо а там фейерверк а вообще на самом деле вот Скайз Мэйдж как какую-нибудь четвертую позицию его взять и, представляешь, вот Войд 16 уровня Дизраптор а, ну, это Спартан, все это похоже на правду, смотри Maybe Next Time на Рике Спартан на Дизрапторе так они выигрывали игры ну, какие-то игры у них так получается выиграть это герои... их персонажа Zheng правда, все равно как они будут кастрюлю убивать я не очень понимаю пока так что ты говоришь? Войд и Скаймаг? Да, с аганимом. Дэмэдж это сколько будет, представляешь? Там очень много урона. По 9к. Там сумасшествие. А этого никто не делает. Ты вообще видел когда-нибудь Скаймага в миде? Я видел 5 секунд. Да ну его, нафиг. Он сильный. Бешеный, на самом деле. Фаст Вейл собираем. Фаст Вейл и Линза Вейл. Все, поехали. Чё слышишь? Ты только в ранже даже днем появляешься. У тебя уже летит петух. И он тебя залетает хп на 500 под Вейлом. И ты уходишь с линии. А можно еще Ротов Атос собрать и Вейл. Чтоб не мазать, да? Ну, Линза нужна. Там Линза очень круто петухов этих усиливает. Ты вообще ничем не рискуй. Ты подходишь на такой ранж, что тебя нечем зацепить. Тебя только, ну не знаю, венга 16 уровня может свапнуть. Или с этого ранжа, или там Снайпер начать стрелять в тебя. Слабнуть. Слабнуть тоже, да. Но в основном ничего с тобой не происходит. Ты просто закидываешь петухов, а они просто сумасшедший урон наносят. Хотят, ну и Сларк, Слаб. Ну, вообще-то рекомендуется. Еще Свен тут пока более или менее. Свен тоже неплохо. Теперь Соха так зарубит. Сларк не нравится мне здесь, честно говоря. Да нет, на самом деле он норм. То есть, если ты жесткий Сларк, а мы уже видели все, что надо жесткий Сларк, то ты в таких играх найдешь, кого погрызть. Это Даззл бесконечный, который будет ползать по карте. Просто фрак твой. Ну или с ТПшкой будет уходить все время разве что. Будешь кусать людей, в принципе, нормально. Но... Правда в том, что у них все остальные герои такие, что им ДПС реально может не хватить на ту же кастрюлю потом одного Сларка. Сларк здесь никого Солу не убьет. Ну да, здесь Свен получше. Только лишь Свен или есть еще варианты? Как Соло, но есть Дизраптор всегда там где-то недалеко, который может сбить ТПшку в случае чего. Сларк допинает, Пак там... 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Кто-то Дефинем хотел взять, может быть Медузу? Помните этого антимага от Мадаря? Какой-то он был странный тогда. А он выигрывает игры, несмотря на то, что он странный. Даже здесь был уже одну игру выиграл, помню. Антимагу вообще нельзя... Антимагу нельзя проиграть. А вот антимаг против пилы, это тоже рабочая история. Там такой мановоид входит. Да. Так, по-моему, в той игре мы видели это. Да, да, мы видели, конечно. Как струлят года была, да? Да, вроде. И ТРОРБЛЕЙД от... Радиант ТИМ ПИК. СЛАРК! ДИАТИМ ПИК. И забирает. От Файна. От... АД Файна. АДИ... Инвокер. Может, эту команду просто назвать до конца, и все это будет. Команды до конца. Так они Тинкера так и не убрали. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Поехали. 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 ДИФХАРД. А точнее, влез на ком-нибудь СЛАРДАР или на ТАЙДХАНТЕ. И не обламываться. Кстати, можно еще и НИГМу какую-нибудь взять. О, СЛАРДАР, да, приехал. СЛАРДУСИК. Да? Как это будет? Ну, в миде. Пила. Портив Пака. Рики с Паком ничего ей там не делают, на самом деле. Вообще пофиг. Интересно. Борьба на выживание между командой эскейпгейминг и греческими богами от Финнам. Которые, ну, пока что СЛАЙНС сыграли не очень хорошо, но, опять же, это новая серия. Могут сейчас собраться, показать все, на что способны. И Витя не будет гореть больше по поводу хроносфер, хилингвардов. Ну, здесь нету вайда, благо. Ну, зато и здесь хилингвард. Зато и есть хилингвард, да. Поэтому мое горение, в принципе, может быть весьма актуальным. Слушай, ну, я не сильно пригорел-то так, чуть-чуть по одному моменту, другое дело. Я также вчера горел на эскейпе, когда они не дефали бараки и не собирались драться, а потом просто писали, как они справились, и сейчас им надо еще и справиться, потому что это уже финальная, скажем так, игра. Нотка, аккорд. Разыгрывается и слот на Интернешнл, ну, потенциальный. Ладно, можно нырять в игру. Поехали. Да, поехали. Давай назовем у нас составы команд. Ну, и знакомые вам, конечно же, от Финнам, Спартан на Дисрапторе, лучший герой для Фида, нас может рассказать, Мадара на Сларке, Пак от Тага, Рики, Maybe Next Time и Бестмастер от Скайларка. Там находят... Ой, булыжник мимо. Да, у нас звуков в доте нету. Ну, ничего страшного, да. Escape, Синдерен будет играть на Даззле, Койква, Джиггернаут, Эра, Слардар, Ябзор на Эверспирити и Кезу на Тимберсоу. Как-то так вот, 30 секунд предикшены. Да, я решил их забить вообще. Я ничего не угадываю. Расстроился, ну ладно, поставлю один какой-нибудь. Кто больше вардов купит? Давайте, пусть от Финн. Прикинь, угадаешь. Ну и да. Сто процентов сейчас. Изи. В общем, действительно, пока что у Капитана Команды, у Спартана не все так хорошо с его игрой. Очень много смертей. И если, ну, ближе к концу игры, там, пару раз он неплохо разревелил, скажем так, вражеский смок, то были смерти, ну, абсолютно ничем не обусловленные. Ну, посмотрим, как сыграет сейчас. Так, Матара видит паунтиру, но оставляет ее для паха. Очень долго разбегаются. Так, Эрзора отправляют. Но это, кажется, Фернсблат. Ну, начал за здравие Спартан. Уже на нем есть фраг. Ну, по-моему, повторение предыдущих игр. Да, там по 7 он набирал смерти. В Койкве. Очень больно. Но размять, конечно, до конца его не смогут. Не отступает. Здесь Койква. Ну, вот такая дабл-линия будет у него, возможно, с Эрспиритом. Хотя, на самом деле, Эрспирит здесь не очень эффективен против Пака. В отличие от Рики, который с Джаггером очень неплохо может расправляться. Ну, потому что у Джаггера есть вертушка, но в спину он бьет. Фигурный бодиблок по Кезу. Там его так разминают уже очень сильно. Но реактив-армор дает о себе знать. Возвращается на лейн Эра. Свапаются линиями здесь? И что у нас получается? Кезу отправляется на изи-лейн. А с третьим будет против Бестмастера. А то же самое получается. То есть они оба свапнулись. Но Кезу на Тимберсо мы видим уже третью игру подряд. И он очень хорош был. Вот эти вот драки, когда в него вливали абсолютно все, но не могли убить. Опять же, классное исполнение. Очень много фарма. Ну и линия для него приятная. Если против Паши вчера он сыграл очень круто на этом герое. Он зафармил там нереальное количество крипов. И вроде бы Паша неплох, но против Тимберсо сделать ничего. Пытается Рикки найти Курьера. Курьер с его стоит под Т2. Он сперет, вкатился. Есть глимс. И Матара просто отходит. Сларка взял. Мне нравится, когда выбирают таких агрессивных героев. Это значит, что Дота будет интересной. И Койкву начинает подрезать. Больно здесь в Койкве. У него четыре тангуста еще есть, конечно. Но Мэйбинэкстэм постоянно его старается сгрызть. Подденаять крипов как-то. Но не получается. И в итоге Койкву пока что стоит неплохо. Так, потратил аргу и сейчас смогут его забрать. Так, уходит в шифт. Еще одна тычка. Так, выживает и отхиливается флаской. Да, и Койкву, по-моему, его не догоняет. Фласку, конечно, может разобьет. Даже не получается забить фласку. Отличный манс от пака. Иерспирит снова мимо. По-моему, уже третий или четвертый. Закатки обзора в никуда. А вот и Мэйбинэкстэм на хосте. Аккуратнее надо быть. Смокскрина нет. Хотя второй уровень имеется. Можно было и поставить на самом деле. Он блин качает, запрыгивает не обзора. Отдвигается. У нас по всем линиям идут драки. Все на лоу-пп вызывают. Но Спартан. Спартан по традиции. Второй килл отдает команде соперника. Как же много он умирает за эти три игры. Может он не хочет на интернет? Я не знаю, чего он там хочет. Но рекорд... Ну, знаешь, за одну игру тяжело поставить. Она должна быть очень долгая. Ну, 24 смерти и может быть даже... Средний показатель можно неплохой сделать. Да. Вот именно за три игры в сумме уже у него жестко. Я сделал всего один предикшн. Он будет вас беспокоить некоторое время. Ты не удержался. Разминают Мадару. Пошел Пойжентач в него. Потыкивает Синдерен. По армуруу дадут трешечку. Эрспирит. Снова не попадает. Но это Спартан. Спартан это можно брать? Ну, Спартан вроде как тут уходит. Филд поставил. Правда, был на грани. На самом деле, если бы Эра попал станом, то скорее всего это был бы очередной фраг. Да, да и его еще смогут убить здесь пару раз. Да? Я не сомневаюсь. Ты обрекаешь его прямо сейчас? Не, я просто посмотрю на то, как вот реально по нему не попали двумя спылами, но попади хотя бы один, он бы отправился в таверну. Понимаю, что здесь слишком тяжело. Не знаю, что не так со Спартаном. Остается Филд, Синдерен. Там паунс есть? Паунс есть. Глимс. Ну и все. И сейчас будут здесь бить. Я думаю, что самого Спартана сейчас будут разминать, но довольно далеко крипы и не фулл хп. Эскейпы они решили оставить в этот раз. Ну тут много рунжовых крипов. Сейчас есть желание немного апнуться, скорее всего. Саппорт третий, четвертый уровень получит. А у Синдерена уже почти четвертый. А для даза это важно. У него, кстати, нет пока Грейва. Джиггернаут с Фьюри. Уже пятый уровень есть. Хилинг Вард, Фьюри в троечку. Один поинт, я так понимаю. Скинут в плюсы. Нужно посмотреть. Да, так и есть. Ну и кстати говоря, у бисмастера ситуация не самая приятная. Скайларк взял себе сапог. Он не взял аэрон талон. При этом он пошел на линию. Сейчас ему приходится уйти в лес, потому что Тимбер слишком силен. У Кезу уже топовый крипсат. Вообще нереально опять сильный получается. Но я думаю, что он опять будет распиливать. Тем временем снизу забирают Мэйби Некст Тайма. Но в этот раз не Спартана. 3-0 в пользу эскейпов, пока они доминируют по карте. По крайней мере по киллам. Кезу подпиливает Скайларк. Ему очень больно. Диск, спичка с руки, но это... Ну все, Кезу сейчас опять всю команду вынесет. С Файном, греческие боги, соберитесь. Ну по поводу бисмастера здесь довольно-таки легко сказать. Ой-ой, Сларк, проблемы, Сларку. Сейчас будет паунт. Есть и паунт. Но хп совсем нету. Вот захиливает его фласочкой. И спасается здесь команда над финном. В общем по поводу бисмастера, ну ему тяжело что-то предъявить. Потому что очень тяжелая линия. Я еще ни разу не видел, чтобы бисмастер хоть как-нибудь постоял. Другое дело, что фидить конечно не обязательно. Может быть стоит совсем уйти и оставить на фрифарме. У него талончик для этого нужен, а талончик... У него есть талончик, поэтому можно уходить в леса спокойно. Эра. Эра вообще ничего не боится, он слишком плотный. У него вот этот ауешный стан, нажимает спринг. И даже в отсутствии даззла на линии они продолжают довольно агрессивно действовать. Кстати, обратите внимание на Кезу, он всегда максит реактив армор. То есть у него стиль раскачки никогда в демедж не уходит. Ну такой, да. И танковый. Получается на этой линии вполне объяснимо. Ну и даже он его не максил, он пока что в двойку взял. То есть и то, и другое, и третье подкачал. Всего понемногу. Спартан. Находит его. Спартан убегает. Решили не драться с ним в этот раз. Пока что 4-0 от эскейпа. Аркан буты уже умеется у Кезу. Ставится и такой защитный от Койква об сервер вард. Ну он здесь просто аккуратно играет, чтобы не попасть в какой-то рассказ, стучку, не подставиться. Спокойно выфармливает. Койква очень хорош. Ну он в принципе всегда был очень хорош. Я вот не помню, что был турнир, где можно было бы сказать, что Койква отыграл ужасно. Очень крутой игрок. Именно по своему микро исполнению, да и по пониманию игры. Он мне чем-то напоминает. Вот был такой игрок, который сейчас ушел в аналитику. Ну и там даже я его довольно давно не видел. Ханни. Играл во Фнатиках на медиа. Бородатые времена ты вспомнил? Ну да. На самом деле не так давно было. Но вот реально как-то все Фнатики продолжают играть так или иначе. Ну Трикси где-то периодически еще светятся. А вот Ханни совсем пропал. Хотя он-то был хорош. Нападение на Рики. Тучку. Попадает булыжником. Пошли Дасты. Его просто сметает хилом от Дазла. Много физического урона. Спирит покатился. Закатил Спартана. Хороший бодиблок. Ставится фил. Получится ли уйти? Получается. Потому что Эра не стал продолжать погоню. Попадает сделать тип-аут. Есть ли Дримкоил? Да. Есть Дримкоил. Ставится на Сандерена. Уже Серлер Спирита. Слардар остается здесь. Сандерен. Стоит. Дает себе Грейв. Хороший Грейв на развороте. Эра с полной маной дает станд по двоим. По скиллу. И забирает Сларка. Здесь же Спартан. С ним можно разбираться. Еще буквально одну тычечку нужно сделать. Слардару есть станд. И это минус Спартан. Спокойно уходит пешком. Стики есть. Даже если попадет на рабоя. Думаю дэмэджи поехать. А хватает через Сайлл. Посмотри. По телу урона. Слардар почти опнул. Так. И Койква находит пака. Есть еще умни слэш. Койква нету маны. Нужно отпиваться ботлом. Но да. Здесь лучше бы Койква использовал сразу умни слэш. Думаю что забрал бы пака. Там шифт же был. Ну да. Побоялся что в шифт уйдет. И это слишком тяжело было. Ну как раз по поводу Джаггера. Мы говорили что этот герой. Он прежде всего плох против героев с эскейпом. Типа пака. Даже первого уровня шифт. Может сбить умни слэш. Хотя может и не сбить. Если его неправильно проюзать. Бывали такие случаи. После он мне слэш или до. Нет ну там если ты как-то криво юзаешь. Сразу выходишь. Там же совсем он мало сидит. В Астрале. Может Джаггер. Симпер умудряет еще крипов фармить. Жгернал забирает в очередной раз. Боже как же они. Рикимару. Как же 0-3-1 у Рики. Вроде как герой с инвизом. С эскейпом. Блин. Сюда можно на крипов проюзать. Его через умни слэш забрали. Так. Вот мне сейчас очень хочется посмотреть что будет делать с Кизу. Перетягивается сюда. Но Кизу сейчас действительно замакшен реактив армор. У него третий тимбер чейн. Он еще играет аккуратно. Маны не так много. Но нету сайланса. Статик шторм я имею ввиду. У Спартана. Так. На что? Выход. Можно глимсануть если что. Да нет. Вообще без шансов абсолютно. Но смотрим. Чейзвейл можно попробовать. Пошел булыжник. Нет. Рор потрачен. И Кезу может уходить в контрнаступление. Отпрыгивает пак. Ты же Даззл. Сперед. Не докатился. Пошел диск. Зацепили Спартана. Ну и отпускают. Кабан слишком сильно замедлил Тимберсу. Такой типичный Кезу ганг я бы сказал. Когда ничего не могут сделать. Ну в этот раз он даже не на грани был. Ну да. В этот раз не полезли. Потому что перетянулся Даззл. Под Даззлом не убить. Его там на самом деле и без Даззла бы с трудом убивали. Но шансы были под Вейлом расстрелять. Тем временем Эра снизу спокойно забирает Тавр. Смотрим на Творцы. 4300 Тимберсу, 4200 Джаггернаут. И Слардар также имеет 3700. Сларк разогнаться не может в такой ситуации. Ему очень тяжело. И сейчас продолжит давить Эскейпа. Скорее всего. Ну самое правильное решение будет давить. Аркейн Руна есть у Джаггернаута. Когда тянет до Омни Слэша, будет вообще замечательно. КД уменьшит. Ну и так небольшое. Хотя 130 секунд. Да нет, нормально КД. Но не самое, скажем так, жесткое. Но и не маленькое. Просто помимо Омни Слэша он также может с руки неплохо наваливать. Эра. 1300. Взял себе что-то Эра, по-моему. У него было меньше денег. Ага. Нет. Ничего у него нет. Купит, я так понимаю, на даггер. Ну и Спартан тут. В тяжелой ситуации может оказаться. Но подходит Рикки. Рикки с просветкой. Возвращают. Получает сайл. Пытается укатиться. Сбивают. Все. Въебзора. Больше спилов. Но могут дать ему еще подхил. Могут дать ему еще Грейв. Дают Грейв. Он все еще живет. Пытается сделать телепорт. Неужели уйдет? Да. Он уходит. Он просто улетает отсюда. Чего не сказать про Курьера. Который прилетает на его место. И отдаёт. Это дань. Дань за... Сэриф Распирита. Бой, меня ж поплохело. Этих Курьеров. У нас очень много на этих плей-офф Курьеров, которые вот так вот прилетают и просто остаются висеть. Ээээ... Некоторые проблемы у Мадары. Бежит за Анимера. Мадара отхиливается. Но хп у него нет. Тут проблема, по-моему, у Скайларка. Пошел урор Куэкву. Доберется или нет? Нет, не может добраться. Кабанов отгоняют. Зарубить хотя бы одного. Ставится Хилингвард и можно идти сносить товар. Тимус Т1 скорее всего. Фортификейшена нет. Задефать никак не выйдет. Да, падает вышка. Достается... Бестмастер ее динает. Бестмастер динает. Да. Красавчик. Банчик. И даже Хилингвард сбивают. Смотри, как они загрейдили. Заиграли просто. Да. Тем временем Мэра практически нафармил себе на Блингдаггер. И ждем мы, конечно, от него подключений. Очень хорошо будет разминать практически любого героя здесь. В особенности Пак. Ощутит на себе всю мощь. Ну и Бладстоун не за горами у Тимбера. Ему там тоже остается немного. Обзор. Открытие, можно сказать. Ну, лично для меня этого плей-офф очень качественно отыгрывает на вот этих вот суппортах, требующих хорошего микро. Maybe next time. Прошелся. Ну, просто разведывает пока что на ринге. Ну, сейчас найдет скорее всего койку, который сдавал дэмэджем фармить леса. Немного подапается Рики. Одиннадцатый уровень очень хочется дофармить. И он не стоит. Прапается. И есть скилл. Скиндерен. Погибли. Да. Не смог выйти из-под Сайланса. Закатились в Мадару. Пошел Дартфак. Скидывает себя все, что можно. Эра пытается нагнать Мадару. Скоро Шадоу Дэнс заканчивается. Заканчивается Шадоу Дэнс. И он уходит. Уходит из-под стана Эры. Да. В итоге мы смогли догнать. Не было еще блинка. И вот только сейчас он появится у Свардара. И теперь от него будет уже тяжело идти. Не смог там выйти Сайланса Сандерен. Ну, в общем-то, такая. Легкий размен. Ну, пока что, несмотря на то, что от Финнам проигрывают. Проигрывают они 3000. Но нельзя назвать преимущество командой. Койква может получить Рор. Получает Рор. Запрыгивает. Неплохо разминают Койкву. Койква проседает от Некрачей. Последняя тычка Сандерен. А Сандерен зачем сюда прилетел? Теп-аут он сделать уже не сможет. Грейв на себя кинуть, конечно, можно. Некрачи оставляют его практически без маны. Вот он Грейв. Вот он ультимейт от Рики. На Блинк хватит маны или нет. Можно прыгать на спину. Он просто догорел от орбов Венома. Да, в итоге забирают двоих. Прилетел сюда Дазл для того, чтобы дать Грейв. Но Смоук Скрин помешал это сделать. Ставится Варт и улетает спокойно отсюда Рики Мару. Увидели Эру, которая перетягивается с Блинком. От Финном немножко переломили ход игры. Единственное, что довольно опасно, это вот этот вот Тимбер, который сейчас забрал Хасту. И ему очень много фарм отдали в начале игры. В прошлый раз это аукнулось в команде соперника слишком жестко. Вот против Тимбера здесь помогут третьи Некрачи. Маны будут очень быстро лишать его. И это проблема для него. То, что он регенится быстро, это здорово. Но дэмэдж он не сможет наносить без маны. Да, и там еще и против этих Некрачей летать очень опасно в драке. Ты можешь спилить где-нибудь и получить много урона. Ибзор, Сендерен и Койква выходят в Смоках. Идут пока что на центральную линию. Но никого они здесь не найдут. Скорее всего, только лишь мэйби next time. Идут на верхнюю линию. Под вардами смещается Троица. Ее не видно, она под Смоками. Но рядышком также находится Эра. Очень много вардов поставили сюда, над Финном. И в спину заходит уже мэйби next time. Селедка бежит. Нашел скан. Койква. Пытаются заткнуть Спартана. Спартан подставляется. Ну, Спартан моментально. Эр Спирит еще хочет дальше пойти. Ну, вообще-то в данной ситуации опять можно сказать, что Спартана только лишь забрали и могли забрать больше. Кто-то умереть должен был. Ну, Спартан-то всегда. Всегда говорит, да. Должен и обязан. Да. Прям не отказывается. Джиггернаул там. Хотел вот под Фьюри на хайграунд зайти, но понимал то, что туда можно не спуститься, получить какой-то дримкойл и остаться там. Ну, спиной, конечно, Даззл. Он всегда подхилит, загрейвит, но... Там надо быть аккуратнее. Кезо. Кезо. Находит бестмастера. Он мог отдать дабл дэмэдж. Он мог спокойно идти на поиск очередной цели. И так неплохо получилось. Вообще получилось замечательно. Вот этот статик шторм. Он работает здесь очень круто, потому что много милишников. Вот Свардар, Джиггернаул, Тверспирит, все вот эти контактные ребята. Это Руар и обзора. Остается бестмана моментально. Его просто взрывают. Рикимару провязывал ультимейт. Погибает. Кезо. Кезо отправили. У меня слэш пошел от Койкова. Забирает еще одного. Спартан вновь в таверне. На 16-й минуте уже порядка у него 6-7 смертей. Идет дальше. Свардар будет блинк. Дает блинк. Минус армор. Начинает разминать Скайларка. Скайларк в таверне. Это минус 3 в исполнении команды Escape Gaming. Ну и идти. Можно дальше идти на самом деле. Там еле живой пак. Пошел вив. Пак отпрыгивает. И делает тэпаус. Найти его наверное не получится. Да. Просто улетел. Кезо прилетел в драку. Его отправили назад. Но он успел нанести очень много дэмэджа. По тому же Сларку. И как и ожидалось. Этот Тимберсо становится слишком большой проблемой. Потому что он прилетает. Пять фото нашли. А это Рикимару. Его не видели. Да. Он просто стоит смотрит. Интересно. Будет ли покупать Тимбер себе Black King Bar. Потому что Лотус не спасает. Фьюл тоже. Ну такой себе вариант. Против тучки и статик шторма. Ты можешь поднять себя в воздух. Но кастовать ты не можешь внутри. И БКБ здесь решит эти проблемы. Мне кажется это тот случай. Когда стоит задуматься о Black King Bar на Тимбере. Ну не крачи опять же можно будет пилить. Посмотрим. Сандерен. Будут его откусывать. Нет. Прощают. Откуда? Сандерена. Ну вообще да. Могли бы. У нас ожесточенная борьба в вардов. Идет. Тимбер покупает себе худ. Да. Не хватает 500 монет всего на всего. Дети не краются. Будет очень неплохо. Но если вам не хватает 500 монет вы можете ввести код. Я думаю он уже введен. Там такие профессионалы которые умудряются вводить его за секунду. Да. Мне там пишут друзья что они уже целую команду собрали. Но еще ни разу им не удавалось. Кто-то на шаг быстрее всегда впереди. Может быть знает какую-то секретную методику. Например наш режиссер может знать секретную методику. Ввести код до отправки. И вкидывать уже отправленный код. Это неплохой вариант. Но у нас все подчетливо. Конечно. Врухать не будем. Ну что Рошан. Осыпался. Да. А Егис достанется скорее всего Джиггернауту или Эри отдадутся? Я думаю Эри. Эри отдают. Да. На топе. Под пуш. Но вышка Сларк. Тимбер отправляет. Да. Он сейчас вернет сюда? Да. Да. Через всю карту вернулся и кажется зря. Прицепился к елке. Использует худ. Но слишком топ. Толстый. Не могут его разобрать. Знаешь что самое смешное? Получается что Тимберчейн то не имеет ограничений по длине. Это когда он его кидает значит он просто стесняется показывать всю длину. Ну да. Потому что сейчас ты на всю карту растянулась. Как пелась песня известная. Мне надо стесняться. Сотипайп что-то ты сделал. Я тут беру свои слова. Я думаю что ты сейчас что-то из ретро дашь, а ты по грязи ударил. Да. Да. Люблю ударить в грязь. Ну в общем забавная ситуация бывает с Владсоуном. Если он моментально резается, кидает перед этим Тимберчейн, он летит через всю карту. Раньше такие ситуации были там с Хуком Пуджа, но потом это все пофиксили. Но вот именно с Тимберчейном можно очень прикольно залететь. Иногда просто ты сам не хочешь возвращаться, но Тимберчейн уже кинешь и ты летишь. И отменить его. Полная контраглимзу. Ну да. Кстати говоря. Просто надо использовать. Очень сложно просто. Именно по этой причине. Хотя думаю если попрактиковаться можно. Хотел сказать если купить БКБ можно гарантированно спасаться от Сайланса и возвращаться. Но на самом деле если ты купишь БКБ, то и Глимстон наверное будет страшно будет. Круар. Кизу тут ушел Сайланс. Смолт скрин. Кизу очень больно. Прожимает Худ. Манны не хватает чтобы улететь и решил задуматься ладстоуном. Ну он конечно дикий. Он просто взял и вошел в бестмастера. Бестмастер даже и не выходил в атаку. Он просто стоял на месте. Он не ожидал что на него напрыгнут еще три человека. Ну да. Как-то здесь слишком сурово зашел. В итоге забирают его через пайп. Через его вот этот бешеный армор. Ну не в состоянии пока вытанковать такой урон. Но я думаю если возьмет себе какой-то армор. Блэкинг Бар. То кроме шуток может танковать очень-очень долго. Обзор. Стычка с Рикимару. И укатывается на хайграунд. Ну там Вард стоял. Это он скорее всего Рикимару увидел. И укатил. Пак разминает вышку. Ну такой себе пушер на самом деле. Ну да. И этим Берсой ему ничего сделать не может. Потому что не имеет никакого зацепа. В этот момент пушат гораздо быстрее Эрой Койковой. Уже пошел ДП от Пака. Готов он врываться. Но он один. Хотя подходит вся команда. Окружаю. Ставится Дримкоил. Блэйд Фьюри. Слардар остается. Слардар начинает разминать. Не дается смокскрим. Чтобы Дазл не смог ничего сделать. Дазл дает грейп на себя. Да. Койку этим временем зарубил Дисраптора. Спартан в таверне. Эра получает ультимейт. Эру убивают Аегис. Но. Это Аегис. Пока только Аегис. Шадл Дэнс еще не поражат. У Сларка. Воскрешается Эра. Так. Ну и здесь погоня за Рикки. Пошла просветка. Рики находят. Рики убивают. Два в один размен. Ну. Два в Аегис. Два в один Аегис. А. Не убили Сандерену. Он улетел с героевым этапаутом. Он улетел. Вот это он красавчик конечно. Отличный камень от обзора. Но теперь действительно хороший. Один промазал. Вторым попал. А зачем Пак здесь оказался? Вот для чего? Я честно говоря не знаю. Но как то вот. Сложилось так исторически. Что Пак должен приют в четверых? Ну да. Получилось именно. Пак Спартана. Спартан. Кстати говоря. 7 смертей. А у нас Синдерен. Грейв есть. Пошел станк. Помадария. Надо затыкать его как то Сайлансом. Под хил. Уходит. Уходит. Но видят где эта тучка. Дают Сайланс. Не успевает вражать первый спал. Там больше ничего нет. Там больше ничего нет. Пошел станк. Минус от Салардара. Короче по очереди отдалить все. Драка началась вроде не так страшно. Забрали сомни слэша Дизраптора. А дальше все сами как то решили поубиваться. Да. И так вот и начнешь сомневаться в том что это греческие боги. Ну боги бессмертны. Потому что как то не по божественному выглядит так сегодняшнее выступление. Прямо скажем. Койква пытается выфармить себе шестнадцатый. Монта есть. Три двести на руках. Не знаю что это будет. Давай подумаем. Что можно купить. Против Сларка. Рикимару. Бестмастера. Можно бэвку собрать на ускорение фарма. Он лишними крайне не будет. Да. Можно купить себе какой то блинк. Я бы вот ставил на блинк Эбисал что то такое. То есть чтобы прыгать. Встанеть и нажимать мне слэш. Тем временем Слардара находит у нас Рики. Ставится сентри вард и Рики аккуратно отступает. Все правильно делают. Если он загуляет сейчас то могут его и забрать. Рики находит Синдерена. Ну надо еще плюс одного и тогда его могут забрать. Смокскрин. Синдерен там погибает моментально. Синдерен в стиле Спартана сейчас может выйти. Но вот сейчас он увидел птичку и находит. Да. Может Путин у нас тимфайт. Да не будет тимфайта. Разве что Спартана заберут? Спартан. Ну Спартан это не тимфайт. Ой-ой-ой-ой Спартан уходит. Эро замедлял Кабан всю дорогу и не успевал его убить. Ну как сейчас разбираются. Тем временем Рики у нас остается наверху. Но его просветить. И вот нужно просветить. Для начала Пак тоже в позиции довольно интересный. Выжидают. Выбирают момент. Джаггер поставил Healing Ward. Эр Спирит. Эр Спирит находит. Делает птичку. Получает саунд. Прыгает на него Рики. Смокскрин. Ебзора большие таближки. Нет. Грейв дать не успеют. Пошел Вив. Пак должен отпрыгивать. Отпрыгивает Пак. Погоня пошла. Койква. Минус Пак. Хороший размин для эскейпов. Отдать саппорта. Забрать. Нидера. Подстраховали тиммейты здесь. И продолжают идти в атаку. Хотя нужно разворачиваться эскейпом. У них уже улетел Слардар. Слардар идет в атаку. Здесь же Мадара. Который уходит в Сильвер Эйдж. Ну вот очень конечно Сларку неприятно. Против таких героев. Тимбера очень тяжело пробить. Джаггер от тебя просто уходит на Блэйд Фьюри. Слардар тебя останет даже в твоем ультимейте. Тем временем пошел Рор. Сандерена забирают. Очень интересная позиция. Для Сандерена. Но это Глимс. Да, Дазл немного перебаковал. Это Глимс. Его просто вернули на отступление. Тут. Ничего не попишешь. Но он перебаковал все таки. А Тимбер 1700. Аганим какой-то не помешал бы. Смоук прожимается от эскейп. И они идут искать кого-то. Правда в вражеском лицу никого нет. Точно ставлю на то, что они не найдут Мадару. Во всяком случае, если он здесь останется. Но он идет в свой лес. Это может быть ошибкой. Курьер. Мадара уходит. Не-не-не, не увидел. Сейчас увидел, но уже поздно. Но он должен понимать, что это Курьер. Он не просто так отсюда улетает и... Сайланс! Напака! Прыгует! Стан! Амплифай! Будет ли диск? Так. Провязал shift. Блинк. Нет. Увы. Блинк в таверну. Да. В итоге Мадару действительно не нашли. Зато нашли Койква. Баунс. Койква делает телепорт. И уходит отсюда. Нет чем сбить телепорт. Спокойно вступает. Правда вот самому Мадаре теперь неплохо бы отойти. Он прячется в лесах. И делает тпшку. Так же. И результат отступал от меня. Кто летит так нагло? На Т2. Езу. Худжиглимс. Рано. Поторопился, да. Но. Попытка достойной была. Ну хватит обузить то. В следующий раз получится. Так. Ну и что. Остается здесь один Койква. Ему на помощь приходит и взор. Мэйби next time супер нагло играет. Но при этом пока нету гемового соперника. Он может себе это позволить. Испартан на самом деле в не самой сейфовой позиции. Но пока Свардара нету где-то. Пока Рики дает разведку. Поцепить его тяжело. Так же Бестмастер дает разведку птичкой и кабаном. Ну гемы надо покупать. Хотя бы один для начала. И вот. А вот он. Кезу. Ну ему наверное носить не очень приятно. Хотя. Топорик слил. Все нормально. Топорик у него даже был. Ну а че ж нет. Тимбер с топориком. Зачем тебе топорик? Это у тебя бензопила в руке. Ну знаешь ли. Где-то подмонсить незаметно. Бензопила то вырубает. Все что можно. Там фигурно подбивать. Мэйби next time продолжает гулять по вражеской половине карты. За счет этого дает разведку. И продолжает у нас фармить Сларк. Честно сказать. Пока что пик от Финнам. Ну я не вижу у него особых шансов. Но только если очень много насобирают. Все. Просто видел уже пару раз игру Тимберсо против Сларка. Как то вообще Сларку тяжко с Тимбером. Ну вот слишком. Ну кстати до сих пор Рошаны не падали. Если что. Несмотря на то что Амплифай есть. И уже второго уровня. И два раза в темную сторону играет. Да. Сбивает. Линку дает. Амплифай и Джаггер пошел пилить. Здесь же Мадара. Мадара понимает что его видно. Пошел вип на самом деле. Поэтому я бы сейчас не. Как не хотел драться на месте с Финном. Да. Еще и Химберсо ставится. Химбер возвращает. Химбер опять в бой. Он просто показывает Спартана. Подпилил. Есть Химберчейн. Диском не попадает. Химберчейном тоже. Просто Спартан улетает. Мало чем попадает. Тем временем Джаггернаут забирает Аегис. Сларк пытался размять Даззла. Но это не получилось. Тем временем Бестмастер сбивает Варзы с помощью третьих Некрачей. Но он еще и вышку Т2 забрал на топе. Так что Скайларк за это время какую-то работу проделал. Ищут Пака камнями. Но Пак у нас несколько в другой позиции. Кстати могут его найти. Но теперь Пака играет только куда. Сейчас скорее всего найдут Кезу. Который с гемом. Так. Он выбирает интересную позицию. Он прыгает. Просто начинает пилить Рики. Рики вешает смокскрин. Прыгает. В этот момент Сандерен в очередной раз дает себе Грейв. Мадар нападает на него. Кезу отзонил всю команду. Мадаре нужно срочно помочь. Кезу получает ультимейт. Мадара. Пошел Шаттлдэнс. Сверд вперед. Не попадает. Попытка сделать паут будет. Станчик. Минус. Сларк. Да. Дважды пытался убить Даззла. Но ни разу не получилось. Грейв. Слишком сильная штука. И Сларк отправляется в очередной раз в Таверну. Ну здесь только вопрос, когда сами эскейп перейдут уже в какую-то атаку. Ну вот гем это первая такая начало можно сказать. Портан. Давай. Восьмая. Восьмой пошел. Приехала. Эрспирит достает скилл. Урну зарядил. Зарядил. На топе. Скайларк. Получает диск. Он начинает гонять. Тимберчейн есть. Но сейчас дэмэджа не хватает. Дайер просто улетает степа аут. Кабаны конечно очень большую работу делают, когда играешь против Тимбера. Стакают конечно армором, но передвигаться вообще не даю. О, сейчас Рикки мог как-то спалить. Он рядышком с Тимбером. Но нет, вроде выходит. Хотя... Непонятно. Джиггернаут подпушивает вышку. Ну наконец хоть кто-то занялся пушем тверов. Пошел скан у нас от дайеров. Прады тавер достается Слардару. Shadow Blade у него появляется. Ну, говорит, вы играете в партизанские воины и мы поиграем в партизанские воины. Только у нас уже есть гем. Пак, покупает себе Аганим. Интересный выбор. Но против Слардара очень хорошо. Просветили. Maybe next time. Use it ultimate. Я обзор. Да, я тоже так думаю, что он здесь уже не уйдет. А что это за врыв был? Вот как он собирался в соло убирать Рикки Мару? Мне просто интересно. Ты ворвался, просветил. Дальше что? Может быть он думал, что как на Слизняка, которого может посыпать солью и он растворится, так же может посыпать на Рикки Мару? Нет. Это не работает так. Но он думал. Мне кажется, он не думал, когда врывался. Вот и все. В этом и проблема была. Ну да, такая странная у нас игра. Очень много каких-то вольностей. Если, опять же, последние несколько дней мы видели, как команды наоборот слишком сконцентрированы, слишком осторожны. Возможно, уже просто очень сильно устали. Концентрация закончилась? Концентрация закончилась. Восполнить концентрацию выходными какими-то? Ну, в принципе, команда, которая проиграет, сможет восполнить концентрацию очень жестко. Да. Я думаю, что с горочкой можно будет восполнить концентрацию. Главное сохранить два месяца выходных. Так, Рикки у нас в раунде. Это, кстати, хороший вард. Maybe next time. Заходит на ХГ или не хочет? Или с Некрачами пойдут? Ну, так, подходит. Сейчас пытаются отправить назад Кизу, но Кизу сразу же уходит с блинка для того, чтобы они глимсанули его. Очень много грипов. Пошли Некрачи. Начинают подпиливать Тавр. У Тавра уже нет, а фортифкишна не имеется. Слушай, заход очень жесткий получился. Стан от Флордара. Пытается скрыть Скайларка. Пошел урор. Скайларк погибает. Глимс. И Тиммер оказывается на базе. Продолжение драки. Спартан. Не получилось его забашить. Ну и ходят у нас все, кроме Бестмастера. Вообще, вот так делать не рекомендуется. Когда против тебя играет Тиммер, просто на постах отправлять кучу суммонов и фидить тем самым Кизу. Кизу уже берет Аганим. Он и так топовый Нетворс имеет. Я разминал спинку. Я понял. Я думал, ты впечатлен игрой Тиммера. Я не косплею Тиммера. Я слишком худой. Ого, господи, только Баунтихантера. Пошел стан. Получает Мадар Омнислэш. Как же ему больно. Мадар рассыпается. В это же время рассыпали еще и Рики. Погоня за Спартаном на Тимбире. Перескакивает Статик Шторм. Это минус 4. Слушай, по-моему, этих можно паковать. Как говорится. То есть, ну, они какого-то боя 5 на 5 не дают. Койква с Аегисом. Готов заходить на хайграунд. Вышка здесь фуловая. Пак. Он сейчас может просто же стан получить. Да, он забыл про то, что у Эра есть Shadow Blade. Практически уверен в этом. Тимбир запрыгивает. Эра все еще стоит. Ну, боже мой. Пак рискует, играется. Получается стан, кстати, в итоге. Пошел еще один стан. Да, один пошел, Эра. Иллюзии. Тимбир. 15 кп. 15 кп. Уходит. Фантастика. Ну, пусть уходит, на самом деле. В это время бараки падают. Поэтому, я думаю, забрать сережного было бы интересно. Но не забрали. И да ладно. Ну, чушь. Неужели так сильно за Динсморайло поражение от Элайнс, от Фидном? Или настолько сильнее Эскейп? Потому что какая-то изи катка у нас. Особенно вот для этого парня на Тимбире. Ну, просто если вспомнить, как он играл, он умер один раз. Смотрим, продолжение. Пошел урор ВРО. Два диска. Очень неприятно. Фак запрыгивать. Хороший Сайланс. Ставит ультимейт Рикки Мару. Синдерон может погибнуть. Пытается выйти. Поспеть. Он у себя Грейг. Пока еще живет. Опять два диска. Как же больно здесь. Матаре. Матаро пытается уйти. Ну, отходит. Пилили Рикки. Все остальные герои потратили свои сплы. И можно спокойно приключаться. Синкварт можно поставить и идти на следующую сторону. Два ТП. Риггернаут просто кастует ТП-аут. Улетает отсюда. И все отходят. У нас Синдерон. Ушел. Эрспирит покатился. Также делает ТП. Ушел. Ну и все остальные герои убежали. Хороший был Дримкоил и ультимейт Рикки. Они действительно надолго задизейблили четырех игроков. И задамажили их. Но вот Тимбера оставили без контроля. Ну и он в принципе спилил всю вражескую команду. Ну, вначале оставили его без контроля. Потом его оставили без контроля. Ну, я же вот жду действительно этого бана Тимберсо против Кизу. Или хотя бы какую-то сложную линию. Ну, потому что на Тайтхантере он попроще. Ну, сколько можно отдавать ему линию Бестмастер Тимбер? Чтобы он просто эту линию выигрывал Салат. Эра. Запрыгнул. Пошел Танн. Мадара. Сайланс. Спилили Мадару. Тут слишком много дэмэджа. Да, также второй Тревел Лавер. Спирит, он перетянулся. И забрал. Можно заходить под центральной линией, если есть такое желание у эскейпов. В принципе, Кизу может потанковать. Джаггер может аккуратно побить. Бояться им практически нечего. Нужно Хилингвард поставить. А, ну крипов может быть. Да, вот. Койква идет. Койква, кстати, 4700. Он пока ничего не покупает. Вот он Хилингвард. Пошел ВИФ. Запас стратегический. Койква. Пак запрыгнулся на малыш Хилингвард. Подловить его не успели. Ставится смугскрим. Надо МКБ купить, на самом деле. Да, ну здесь вот начинает танковать Кизу. У него очень много армора. Плюс армор Даззла. Тикает его армор. В итоге у него становится порядка 60-70 армора. Ну и он просто не получает дэмэджа. Бестмастер видит эру. Эра в позиции. Просто высматривает ногового ему на пасть. Забирает спичку. Так, Бестмастер. Ставится смугскрим. Ставится Дримкуэлл по двоим. Эра повесил Амплифай дэмэдж. И на этом все. Расправились с Некрачами. А где погиб Бестмастер? Кизу нашел Бестмастера. Очень качественно сыграл. Запрыгнул. Бестмастер как раз убегал. Пытался отступить. Но Кизу таких не прощает. Мадара. Сфиливают Спартана. Два диска. Моментальный минус. Пак закидывает арпу. Синдерен просто улетает спауту. Нет, сгибает. Чуть позже, значит, начал делать спаут. Чем надо было. Мадара получает стан. Амплифай. Омни слэш. Распилили. Тайбэка нет. Пак. Уйдет на арбу. Уходит. Будет ли погоня за ним? Идет Слардар. Вешает минус армор. Уходит. Заходит сюда также Распирит. Есть Блинк. Но у Слардара Блинк также очень скоро откатит. Пытается дать стан. Да, дают стан Тагу. Так, заканчивается арбаун. Уходит в шип. Сюда же летит Рики. Сюда же летит Тимберсо. Вешается тучка. Так. Есть шип. Уходит шип. Есть Блинк. Не может уйти в Блинк. И в итоге Тимберсо его спиливает. А в это время Койка уже расправился с медлом. И можно переключаться на топ-лейн. Правда, там стоит Т2. Эта игра должна была закончиться десять минут назад на самом деле. Потому что вот ничего не происходит. Просто команду методично убивают. Пытаются не хоть кого-то убить. Эра нажимает блокинг-бар. Есть шанс его забрать. Эра дает стан. Дримкоил. Нельзя выходить из Дримкоила. Эра погибает. В итоге Мадара также рассыпается. Рики дает неплохой ультимейт. Но Кизу. Вот что делать с Кизу? Мне просто интересно. Как они будут? Забрали Распирит. Это хорошо. Джаггер, Кизу все еще же. Хилинквард сломали. Койкво. Мне стоит 40 секунд. Бегает Кизу. У которого включен пайп. Мы вообще на все пофиг. Ну да. В Т4 играм стоит Койкво. Решили то, что не будут делать никаких звиков. Запрыгивают на спину. Спартан. Есть децепилл. Старается статик. Никого не задел. Кстати, может просто уходить. Ой-ой-ой. Как сейчас? Возвращались диски к Кизу. Кизу продолжает спить. Но он откидывает два диска. Сносит все хп. Всех суммонов. Минус Т4 тавер. Байбэк от Свардара. Ну и уже будут заканчивать сейчас. Трон потихонечку падает. Да, гуд гейм. Гуд гейм. Ну, отличная игра от Timberso. В очередной раз мы посмотрели, как Кизу классно ставит линию. Потом идет, убивает всю карту. Ему не могут ничего сделать. Там, команда ему тоже знатно помогает. А от Пинам. Вот если с Alliance у них игра была не такая уверенная, то здесь у них просто вообще шансов никаких не было. Да не знаю. Как-то опять их давят. И опять как-то все безидейно. Есть вроде Рикимару, который должен давать вижен. Сларк особого экшена на карте не сделал. Он должен был бегать и убивать. Но у него здесь такие таргеты, как Даззл. Единственное, что они могли делать это вместе с Рикимару через тучку, чтобы он не мог повесить на себя Грейв. Тогда бы это был изи фраг. Но почему-то этого не делали. Ладно. Чуть подробней об этой карте расскажет наша великолепная студия-аналитики. Вам слово, Иван.